Вы радовались приходу Ангелы Меркель, казалось, что что-то изменится. Мы радовались приходу Кэмерона, нам казалось, что что-то изменится. Мы радовались приходу Саркози, мы радовались приходу Обамы и думали, что Обама, Байден и Маккейн, которые подписали в свое время резолюцию в защиту Ходорковского, один председатель Сенатского комитета, второй президент и вице-президент, что-то изменится, ничего не изменилось. И у меня лично, кроме претензий к этим людям, большая жалость к Западу. Поэтому Запад не понимает, что если он будет продолжать эту политику, то он взрастится рядом с собой этого монстра и когда-нибудь жестоко пожалеет о том, что было время, а он не занимал ту позицию, которую надо занимать. Запад в последнее время намного активнее, чем до этого, высказывается и оценивает все, что происходит с Михаилом Ходорковским и вообще по этому делу. В частности, вот последний приговор Хамовнического суда, который вынесен в конце декабря, он получил резко негативную, причем консолидированную консенсусную оценку, как в Европе, так и в Америке. И эти оценки еще продолжаются и множатся. Если человек никак себя не проявил на ниве политической активности, если он не занимал какой-то публичной позиции по значимым вопросам, если он не оппонировал власти, если он не участвовал в общественных и тем более в политических движениях, если он не участвовал в выборах в качестве кандидата, куда-то, да, неважно куда, вот, ну то есть не проявлял ничего из того, что можно отнести к политической активности, то, наверное, его преследование сложно будет назвать политически мотивированным. Ходорковский действительно отстаивал свои политические убеждения, он был человеком, у которого имелась определенная позиция, и он ее открыто высказывал, он финансировал оппозиционные партии, он позволял себе немыслимую дерзость не соглашаться с нашим, так сказать, батюшкой государем, вот, а даже Платон Лебедев фактический заложник. И Геозарян, насколько мне известно, никакой абсолютно политической деятельностью не занимался, и никакая политическая вообще активность ему не была свойственна ни в Государственной Думе, ни за ее пределами. Мне ничего совершенно неизвестно о его политической активности, кроме того самого факта, что он являлся депутатом Государственной Думы, или там формально является до сих пор, вот, хотя, если я не ошибаюсь, депутатская неприкосновенность с него снята решением Думы, вот. Ничего не могу сказать, не знаю, в моем представлении на политическом горизонте такой фигуры не было и нет, как Ашот Егезарян. Возможно, я чего-то не знаю, но вот это все, что я могу сказать. Таких заявлений было не одно, я имею в виду не только с его стороны, и для меня здесь другое важно, что тот факт сам по себе, что все преследуемые апеллируют, к примеру, Ходорковского, для меня означает некий такой консенсус в обществе по поводу того, что Ходорковский – это тот, кто преследуется по политическим мотивам.